Мы, знаете, часто не заслуживаем то, что Бог нам посылает. Он милостив, Он его закерпит и не до конца гневается. Второй момент, как Давид призывает или дает нам такой урок, как благословлять Бога, это бойся Бога. Бояться Бога не в том смысле, что Он придет с розовой и накажет. Бывают такие моменты, что Бог наказывает, но когда Бог наказывает, это очень потом больно. Это кто-то, может, переживал, пробовал в своей жизни. Но бояться Бога, как Давид призывает, это в 11-13 стих Он говорит такие слова. «Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как отец милый сынов, так милый Господь, боящийся Его». И последний 17 стих. «Милость же Господня от века до века к боящимся Его». Речь идет о милости. Если я Бога не боюсь, потому что Он Бог, и Он, как бы, может наказать, а я просто Его люблю. Я Его словом чту. Вот это и есть бояться Бога. И знаете, как, опять-таки, Давид говорит такие слова в 110-м Псалме. «Начало мудрости – страх Господь». Мудрость. Мы, когда мы почитаем Его Слово, и это Слово в своей жизни практикуем. Вот это и есть страх Господь. Вот это и есть бояться Бога. Еще один момент, к чему Давид говорит эти слова, что как нужно благословлять имя Бога – это «Будь верим в посвящение и исполняй Его заповеди». 18 стих «И правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помняющих заповеди Его, чтобы исполнять их». Бог всегда остается верным. Зачастую люди остаются неверными Богу. И, знаете, моя очередь, как только я стал под защиту Его, как только я заключил с Ним завет, с этого момента моя очередь исполнять, то есть принимать и исполнять. Это к чему призывает Давид. Если я буду исполнять свои жизни, я этим буду благословлять имя Его. И сегодня, знаете, мой такой призыв к окончанию этого дня, к вечеру, чтобы мы, знаете, не стеснялись благословлять имя Господа. И благословлять Его всем своим действом, всей своей душой. Знаете, это не просто сказать Богу спасибо, а чтобы моя внутренность, она воспевала для Бога. Когда человек, это, знаете, очень часто заметно, когда человек такой бодрый, ему хочется Богу все высказать, особенно у нас христиан, правда? И он встает на молитву, у него такие слова жаркие, он горит для Бога, он хочет высказать все, что у него внутри. И в таком состоянии был, говорит. Он душой благословлял Его имя. И он призывает, чтобы мы благословляли за прощение грехов, за исцеление недугов, охрану жизни и за удовлетворенность. И опять-таки это всей душой. Помнить все благодеяния, бояться Его, то есть уважать и чтить, и быть верным в исполнении заповедателями. Аминь.